Всем привет! Вы на канале Домашняя вкуснота! И сегодня я вам расскажу и покажу, как приготовить вот такие воздушные румяные пирожки, которые остаются мягкими и пушистыми даже на второй день, хотя до второго дня они не доживают. Для теста я отварила картофель, 5 средних клубней. Теперь его надо растолочь до пюреобразного состояния, добавить 2 яйца и все хорошо перемешать. Затем добавлю теплый картофельный отвар 400 мл, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 16 грамм сухих дрожжей. Все хорошо перемешиваю. Затем добавляю 2 столовые ложки растительного масла и замешиваю тесто. Муки понадобится около килограмма, плюс-минус, сколько возьмет тесто, но сильно его мукой забивать не нужно. Тесто должно получиться мягкое, эластичное и слегка прилипать к рукам. Хорошо вымешиваю, накрываю пленкой и отправляю в теплое место на расстойку. Тем временем займусь начинкой. 5 яиц мелко порежу, пучок зеленого лука, немного укропа, измельчаю и добавляю к яйцам. Солю и перчу по вкусу и добавляю 50 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваю, начинка готова. Прошел час и посмотрите, какое изумительное тесто! Как хорошо поднялось! Опускаю тесто, чтобы вышел углекислый газ и начинаю лепить пирожки. Рабочую поверхность и руки хорошо смазываю растительным маслом. Формирую вот такую лепешку, на нее выкладываю начинку и соединяю все края к серединке. Еще раз немного примну и вот такой кругленький пирожок получился. И еще как вариант мясная начинка. У меня говяжий фарш с луком. Посмотрим, какие беляши получатся с таким тестом. Буду жарить на растительном масле с двух сторон по три минутки на среднем огне. Посмотрите, какие румяные красивые пирожки получаются. Выкладываю на бумажное полотенце и жарю следующую партию. И вуаля! Целая гора пирожков и беляшей! Результатом очень довольна! Посмотрите, какой беляш получился! Хрустящая корочка, сочная начинка, воздушное пористое тесто. А вот и пирожки! Румяные, мягкие и очень вкусные! Посмотрите, какие они в разрезе! Из этого количества продуктов у меня получилось 12 пирожков и 8 беляшей. Если понравился рецепт, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. У меня будет много простых доступных рецептов. Будем готовить вместе вкусно по-домашнему!